МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Природе пришлось не сладко. Знаменитую кондитерскую фабрику Яшкина обвиняют в загрязнении водоемов. Готовься к урожаю весной. Более миллиарда рублей будет потрачено в Кузбассе на развитие агропромышленного комплекса. Не в службу, а в память. Поколение полицейских объединила всероссийская поэтическая акция. Смена подрастает. Хоккейный металлург-2002 выиграл региональный турнир и поборется за кубок выдающегося вратаря. На телеканале «Мой город. Время новостей» в студии Ксения Кривко. Здравствуйте. Чем дальше в лес, тем больше дров наломали на пищекомбинате КДВ Яшкина. Напомним, что в конце марта в реке Яя были обнаружены фенол и марганец. И главным подозреваемым в загрязнении природного объекта стал холдинг Яшкина, который входит в пятерку крупнейших производителей кондитерской продукции в России. Комбинат от экологических нарушений открестился, и проверка продолжилась. Специалисты выяснили, что предприятие заключило с водоканалом договор на водоотведение 250 тысяч кубов сточных вод, в то время как порядка 100 тысяч кубов до водоканала так и не доходит, а значит, эти отходы сбрасываются в какое-то другое место. Появилась версия, что комбинат избавляется от стоков через самотечную канализацию, загрязняя при этом окружающую среду. Кроме того, уже полтора года Яшкина использует для производства своей продукции воду из двух скважин, не имея на то лицензию. На этом проверка комбината не закончилась. По ее окончании, управление Росприроднадзора планирует выдвинуть предприятию самые жесткие требования. Как производится доочистка этой воды? Производится ли она вообще? Мы не готовы сказать, потому что представленные предприятиям схемы водоочистки вот этой воды, они, ну, в принципе, любой школьник, наверное, сегодня может из интернета их распечатать, они не привязаны ни к зданию, ни к сооружению, ни к чему. Просто это какие-то принципиальные такие схемы, ну, типа техпаспорта, и вообще непонятно, какое оно имеет отношение к действительно, к действительному состоянию вещей. По нашему мнению, вообще это не осуществляется до очистка. Целое ополчение вышло на борьбу со снегом в «Чистый четверг». С лопатами и метлами на улицах городов и поселках области можно было встретить более 108 тысяч кузбассовцев. Это несмотря на то, что в северных районах еще наблюдается минусовая температура и не растаял снег. Напомню, о массовой уборке территории от мусора объявил губернатор Аман Тулеев. Вместе с жителями в «Чистый четверг» работали 14,5 тысяч коммунальщиков. В первую очередь очищали территории возле храмов и часовен, ведь в ближайшее воскресенье православный мир отметит Пасху. О Великой Отечественной могут рассказать не только ветераны. В тандеме с детьми истории будут звучать еще лучше. Так в МВД России зародилась идея акции «Поколение о Великой Победе». Ее поддержали многие регионы, и акция стала общероссийской. Пожилые люди в паре со школьниками читают военные стихотворения, которые затем размещаются на сайте МВД. Сегодня все регионы провели видеоконференцию и подвели итоги этого мероприятия. Подробнее в сюжете Юлии Мелеховой. Снова ожили в памяти были живые. Подмосковье в снегах и в огне Сталинград. За четыре немыслимых года впервые, как ребенок, заплакал солдат. Антонина посвятила службе в МВД половину своей жизни. Пришла сюда в военные годы и с 43-го занималась оперативной работой. Даже после выхода на пенсию она постоянно навещает бывших коллег и охотно участвует в любых мероприятиях полицейских. На этот раз сотрудники МВД одной акции объединили два события. В год 70-летия Победы, который также и год литературы, ветераны вместе с детьми читают стихи. К акции «Поколение Великой Победы» МВД России подключили все регионы нашей страны. «Молодежь должна все понять. Вот сейчас 70-летие. Они должны все слышать, понять, как все было. Но то, что было, не дай бог никому, конечно». Группа ребят особой мобильности или просто гром, несмотря на свой юный возраст, уже не понаслышке знакомы с деятельностью МВД. Именно они через несколько лет придут на смену нынешним стражам порядка. Егор, который появился на свет в 21-м мирном веке, уже понимает, как важно знать и помнить историю своей страны. «Рассказывать про то, чтобы они слышали, тоже вспоминали и гордились своей Родиной и теми людьми, которые за них пали. И что им сейчас можно легко жить детям, детям. А кто за них стражался, даже не знаю». Главной целью всероссийской акции стало воспитание патриотических чувств подрастающего поколения. Кроме того, стихи, прочитанные вместе ветеранами и детьми, станут символом тесной связи и преемственности поколений. Юлия Мелехова, Константин Червяков. Новости моего города. Предсказать будущее возможно, особенно если обратиться за помощью к специалистам. В Кемеровских поликлиниках стартовала неделя здоровья. Врачи проводят обследование ветеранов, чтобы понять, какие проблемы с самочувствием могут возникнуть у пожилых людей в ближайшее время. Особое внимание уделяется профилактике инфарктов, инсультов и других сосудистых заболеваний. Любой желающий может проконсультироваться с кардиологом, определить свой суммарный сердечно-сосудистый риск, посетить кабинет функциональной диагностики и УЗИ и после вместе с доктором составить индивидуальный план лечения или профилактики. Кроме того, в преддверии главного майского праздника врачи идут навстречу пациентам и устраивают выездные обследования. Контингент особого внимания – это наши дорогие ветераны, которых мы в преддверии 70-летия Победы постарались осмотреть всех. Даже тех, кто не мог ходить к нам, мы выехали к ним на передвижных выездных комплексах. То есть мы брали с собой специалистов функциональной диагностики, УЗИ, специалистов территориальной поликлиники, наших кардиологов, консультантов и постарались предоставить им как можно больше заботы, внимания, ну и, конечно, квалифицированной медицинской помощи. Пришла пора подумать о том, каким будет осенний урожай. В Кузбассе полным ходом идет подготовка к проведению весенних полевых работ. В этом году различными культурами будет засеяно 978 тысяч гектаров, а это на 20% больше, чем в прошлом году. Пассивные площади увеличивают и особое внимание уделяют кормовым культурам. Их урожай будет напрямую влиять на производство молока и мяса, что для нашей области особенно важно. Ведь это единственный вид продукции, которым мы обеспечиваем себя не полностью. На данный момент готовность к работам стопроцентная. Закуплено 135 тонн семян, 4,5 тонны минеральных удобрений, налажены контакты с поставщиками средств защиты растений. Планируется, что в этом году на проведение комплекса весенних полевых работ будет затрачено более миллиарда рублей. Конечно, сегодня агропромышленному комплексу уделяется очень серьезное, перспективное, основное направление. Мы это видим и по тому, как уделяются средства за счет федерального бюджета, ну и за счет средств областного бюджета. То есть финансирование идет опережающими темпами по сравнению к уровню прошлого года. В России предлагают учредить должность автоамбудсмена. По мнению депутата Госдумы Александра Агеева, с появлением платной парковки и эвакуации, права автомобилистов нуждаются в дополнительной защите. У этой идеи оказались противники. Координатор движения за права автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что защиту прав автомобилистов можно осуществить силами общественности. Вот что он говорит по этому поводу. Например, можно использовать опыт Германии. Там есть массовое автомобильное движение. Оно финансируется самими автомобилистами и имеет возможность передавать коллективную волю на уровень принятия решений в правительство. Тут важно, что их деятельность не зависит от одного конкретного человека. 18-летний водитель решил поучаствовать в гонке с несколькими экипажами ДПС. Правда, ни документов на автомобиль, ни водительских прав у него не было. Поэтому изо всех сил старался удрать от инспекторов. Сотрудники ГИБДД еще в Ленинском районе заметили «Лексус», грубо нарушающий правила дорожного движения на большой скорости. Однако остановить юного гонщика смогли только на выезде из города. Оказалось, парень учится в одной из автошкол Кемерово и решил самостоятельно попрактиковаться в управлении машиной. Выяснилось, что для него это дело привычное. Три года назад он уже привлекался к ответственности за езду без прав. Водительское удостоверение имеете? Нет, ничего. Ясно. Учитесь на что? На водительские права. То есть хотите поучить, да? Да. Ясно. Ну, расскажите, какими судьбами здесь оказались? Как, что было-то? Ну, не знаю. Сотрудник полиции махнул. Жезлом? Жезлом. Пытался остановить. Ну, да. И все. И у меня нет документов, ничего. Я нажал на газ. Все. И куда поехали-то? На глаза глядя. Для девятинов и кузнечан дневной доход размером 100 тысяч рублей стал реальностью. Правда, способ заработка они избрали совсем нечестный. 15 обысков, квартир, автомобиль и гаражей привели сотрудников наркоконтроля к крупному улову. Изъято 2 килограмма синтетических наркотиков. Участники преступной группы оказались запасливыми. В одном из гаражей обнаружено больше килограмма реагента для изготовления синтетики. Этого хватило бы примерно на 40 тысяч доз. Ответственность за такие преступления очень серьезна. Более 20 лет. На сегодняшний день мы уже действуем в условиях действия закона антиспайсовского. Лица, кто этим занимается, они в полной мере несут всю ответственность за распространение вот этих новых психоактивных веществ. Старый добрый друг лучше современных технологий. В Киселевске собака помогла оперативно разыскать глухонемого мальчика, который шел гулять и не вернулся домой вовремя. Когда беспокойная мама позвонила полицейским, то они решили взять с собой мохнатого бойца, собаку по кличке Хазар. Немецкая овчарка сразу взяла след и уже через несколько минут привела стража порядка к шахтным отвалам, находящимся в километре от дома, из которого ушел мальчик. Полицейские увидели ребенка, тот стоял на снегу без обуви. Позже выяснилось, что ботинки он потерял по дороге в сугробе. Один из полицейских поднялся за юным киселевчанином на отвал, укутал его в свою куртку и на руках донес до родительского дома. Состояние ребенка стабильное. Благодарные родители отметили оперативную работу стража порядка и подарили мохнатому бойцу Хазару собачий корм. О том, что такое пассивная безопасность, узнаете в конце выпуска. А вот что вас ждет прямо сейчас. Горько в день Красной Горки. Православный праздник. В Кузбассе поженится 205 пар. Беседа чемпионов. Мировые звезды хоккея с мячом встретились с юными триумфаторами международных соревнований. 205 пар поженится в Кемерове в православный праздник Красная Горка. В 2015 году он отмечается 19 апреля. Есть такое поверье. Если зарегистрировать брак или обвенчаться в праздник Красной Горки, а также в течение следующей недели, семья будет крепкой и счастливой. Именно в эти дни количество пар, желающих пожениться, резко увеличивается. Поэтому ЗАГСы города будут регистрировать браки в период с 18 по 25 апреля в особом режиме с 9 до 17 часов, кроме воскресенья и понедельника. Новоиспеченные чемпионы мира по хоккею с мячом встретились с молодыми спортсменами. Тренер главной сборной страны Сергей Мяус и игрок команды Алексей Чижов, которые сами начинали свои карьеры в Кузбассе, приехали на родину после триумфа на главном мировом старте в Хабаровске. Они в неформальной обстановке встретились с хоккеистами команды СДС Кемерово, которые также могут похвастаться тем, что на данный момент они сильнейшие в мире в своей возрастной группе. С чемпионами взрослыми и юными пообщалась Анна Печенегова. Тренировки хоккеистов проходят в пространстве ограниченным спортивным залом или бортами игровой площадки. Оттого необычно для них смотреть на такой кажется безграничный простор угольного разреза. Трехкратный чемпион мира по бенде кемеровчанин Алексей Чижов из семьи Горняков. Родители до сих пор живут в Кедровке. Но сам он на крупном угольном предприятии впервые. И не меньше размеров разреза его поражают габариты местной гордости – 450-тонного белаза. Фотографии этой чудо-техники Чижов теперь будет показывать своим друзьям и коллегам по сборной. Видел это издалека, и мы гуляли по отвалам, и все-все-все. Но здесь, когда приходишь на смотровую площадку, это, конечно, захватывает дух. Но особенно вот этот монстр, мы, конечно, такого не видели. Я думаю, что вряд ли где-нибудь мы еще это увидим. Эти гости разреза Черниговец провели бок о бок последние месяцы. Внезапное назначение бывшего наставника Кузбасса и молодежной сборной Сергея Мяуса, главным тренером взрослой команды России, оперативная подготовка к чемпионату мира в Хабаровске и триумфальная победа над шведами в финале. Золотую медаль Сергей Анатольевич привез на родину, чтобы показать молодым спортсменам. Хоккеисты СДС Кемерова тоже знают вкус побед. Сейчас эта команда сильнейшая в мире в своей возрастной группе. Но общение с таким человеком, с одной стороны известным московским тренером, с другой таким открытым и добрым кузбассовцем, для них уникальная возможность. Мяус рассказывает о тонкостях игры в каждом амплуа, о том, чем отличается хороший игрок от игрока сборной, о слагаемых успеха, характере и воле. Игрок сборной – это игрок, который умеет в нужный момент, в сложный момент для команды взять игру на себя и одержать победу. Такие встречи действительно очень мотивируют. Большая честь пообщаться и с чемпионами мира, и с тренерами, и с бывшими игроками. Главное дело его жизни – развивать хоккей в России. Благодаря в том числе стороням Мяуса, Бенди включили в заявку на универсиаду в Красноярске. Правда, пока как показательный вид спорта. Чтобы хоккей развивался дальше, нужно искать таланты в регионах, уверен главный тренер сборной. СДС, она как бы развивается параллельно нашей кемеровской школе. И я думаю, что это интересная история. Много перспективных ребят, интересно работает Сергей Петрович Кухтинов. Но я бы хотел, чтобы на самом деле он бы развивался, как хоккей в Кемерове. Невзирая там, за какую команду вы играете. Нужно объединять свои общие силы и растить подрастающее поколение. Поэтому недалек тот день, когда ребята и из Кузбасса Кемеровского, и из СДС, я имею в виду школьная принадлежность, конечно, попадут в молодежку. Дополнительным стимулом для новых побед хоккеистам будет служить подарок от Сергея Мяуса. Эту майку главному тренеру сборной оставил на память его подопечный, тоже небезызвестный для нас, кузбассовцев, Павел Рязанцев. Так, игрок, который забил ворота шведов решающий мяч в финале чемпионата мира, отблагодарил своего наставника Сергея Мяуса за доверие. И передал игровую майку в Кузбасс. Тем, кто, возможно, в ближайшие годы займет его место в сборной. Анна Печенегова, Дмитрий Шилов. Новости моего города. Молодое поколение новокузнецких хоккеистов наступает на пятки основному составу Столиваров. Команда «Металлург-2002» под руководством своего наставника Игоря Николаева выиграла первенство региона без единого поражения. Единственный матч, сыгранный в ничью, не повлиял на заслуженное первое место. Впереди у ребят новый турнир, финальный в этом сезоне. Есть ли у юных новокузнечан шансы завоевать кубок Третьяка, расскажет Елизавета Черняк. Игроки «Металлурга-2002» проводят последнюю утреннюю тренировку на домашнем льду. Сегодня хоккеисты отправятся в Самару на ежегодный турнир под патронажем выдающегося советского голкипера Владислава Третьяка. Накануне соревнований занятия проходят гораздо интенсивнее. Серьезные нагрузки дают хороший результат, которым не первый год славится команда Игоря Николаева. Нет, я нисколько не пожалел ни разу. Мне нравится этот вид спорта, я занимаюсь. Хочу стать как Овечкин, Малкин, Датсук, играть в НХЛ, в КХЛ. Команда, в принципе, готова ехать на турнир в город Самару. Будем стараться занять первое место. Как соперников? Соперники все достойные. Мы можем их победить, если постараемся. Прям хорошо. Турнир в столице губернии продлится неделю с 12 по 19 апреля. Среди соперников новокузнечан – лидеры из других регионов страны. Состав участников разделен на две группы по четыре команды в каждой. В этом году «Металлургу-2002» предстоит сразиться с Беркутами Кубани, Воронежским Бураном и Динамо из Санкт-Петербурга. Кубок Владислава Третьяка проводится в Самаре с 2017. Это один из самых массовых в России детских турниров по хоккею с шайбой. Туда попадают воспитанники спортивных школ от ведущих клубов, выступающих в континентальной хоккейной лиге. И Новокузнец, как правило, оказывается в их числе. Елизавета Черняк, Константин Алёхин. Новости моего города. На этом у меня всё. А прямо сейчас вас ждёт очередная интернет-история в рубрике «Георгия Дёмина. Тем временем». С вами была Ксения Кривко. Всего доброго. Здравствуйте. Тем временем блогеров заинтересовала пассивная безопасность. Шведский концерн «Вольво» уже давно пользуется заслуженной репутацией в сфере обеспечения безопасности автомобилистов. Но теперь компания обратила внимание и на пешеходов с велосипедистами. Их новое начинание «Лайф Пейнт» направлено на то, чтобы водители могли лучше видеть велосипедистов ночью. Для этого планируется выпустить специальный спрей, который ярко светится, отражая свет фар автомобилей. «Вольво» объединилась с британским рекламным агентством «Грей Лондон» и шведским стартапом «Альбедо», чтобы продвинуть безопасную светящуюся краску. Конечно, основная цель – сделать более заметными велосипедистов, покрыв световозвращающим составом велосипедные рамы и шлемы. Но можно обезопасить и пешеходов. Распылить спрей можно на любые объекты – одежду, детские коляски, на обувь, сумки и собачьи поводки. Краска абсолютно прозрачна, не меняет структуру и сохраняется около недели после нанесения. Появляясь в свете фар, материал моментально приобретает яркое белое свечение, чем и улучшает видимость. Какое простое и гениальное решение! Проблема велотравматизма в ночное время простимулировала многие новаторские идеи. От светодиодных систем на колесных дисках до велосипедных рам, которые светятся в темноте. Таким образом, велосипедистам предлагается достаточно вариантов, чтобы сделать их более заметными для водителей. И этот спрей – еще один вклад шведского автоконцерна в общую компанию по безопасности. Тем временем, оставайтесь с нами. Смотрите и делитесь с друзьями хорошими новостями. До свидания!